Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья. Сегодня мы поговорим, как обычно, об улучшении качества жизни, об исцелении и, конечно же, о честности. Потому что что такое болезнь? Это то, что подсказывает нам, что нам важно вернуться к самому себе, то есть быть честными с самим собой и с другими, и с природой. Потому что когда происходит какое-то нарушение функциональное в теле или уже органическое, то есть мы чувствуем боль, неприятные ощущения, вот это нам подсказывает, что давай вернемся к себе самому. По сути, ведь это единственное, что есть, это ты сам. И весь мир, который мы видим, это наше представление. То есть, по сути, это то, что в сознании отражается. И когда мы видим это отражение, мы можем, конечно же, разделить на я и не я. А если расширить свои границы, то это все будешь ты, все будет сознание, если быть точным. Вот. И в этом сознании существует некоторая, можно сказать, такая болезнь. То есть, рассогласованность, расчленение или нецелостность. Вот. А чтобы вернуть целостность, важно сделать себя снова разумным, целостным, то есть этичным. В данном случае этика – это не нормы морали, это разумность. То есть, как поступить так, чтобы было хорошо и мне, и окружающему, можно сказать, всему в целом. И когда мы рассматриваем с такой точки зрения, то есть, когда нет вот этой разделенности, то есть, сейчас я сделаю, допустим, хорошо, там, поем какой-то пищи, вот, вредно, или там буду употреблять какие-то алкоголь или другие вещества, а потом это все отразится на мне. Или я сейчас покричу, там, унижу другого человека, подавлю, а потом вроде бы я выиграю, и что-то станет лучше у меня. А все на самом деле потом мы воспринимаем как карму, то есть причинно-следственные связи. На самом деле, что такое карма? Это то, что в данном случае, если мы кричим, как мы, кажется, на другого, то это причиняет вред нам самим, потому что другое – это тоже часть, часть нашего сознания или часть «я», можно сказать. Получается, что в данном случае нам нужно понимать, что когда мы делаем поступок, который, ну, скажем, мы чувствуем, что не должны этого делать, или мы как-то должны оправдывать это, чтобы это делать, это уже не то. То есть почему я говорю об осознанности? Осознанность – это когда каждый из нас действительно понимает и чувствует на основе своей совести, что вот это наилучшее действие, которое сейчас можно сделать. И когда мы понимаем, что это наилучшее действие, и мы делаем его, то есть мы делаем его не просто потому, что, ну, к примеру, мы по-другому не можем поступить. На самом деле у нас есть свобода выбора, конечно же, но мы чувствуем, что это будет действительно наилучшим действием, и оно происходит как само собой, как само собой реализуется, и потом мы наблюдаем и видим, что это действительно то, что было нужно. И вот вы можете посмотреть, что когда вы находитесь в хорошем состоянии, то с вами происходят как раз те наилучшие действия. Я когда тоже нахожусь в состоянии хорошем, тоже так происходит. Поэтому наша цель – это каждого из нас, на мой взгляд, поддерживать себя в хорошем состоянии. И это можно делать путем ежедневной практики. Будь то практика йоги или практика медитации, или любая практика, она должна в целом приводить человека к целостности и особенности. Я практикую процессинг, процессинг счастья. Он позволяет человеку действительно убрать те негативные вещи, которые выводят его из целостности. То есть будь то проступки, какие-то утаивания, сдерживания, фиксированные идеи, неприятные ощущения, эмоции. То есть все это прорабатывается. То есть мы убираем вот этот негативный заряд из прошлого, и в настоящем происходит трансформация, то есть увеличение осознанности, увеличение уровня счастья. И тогда происходит действительно исцеление, то есть возвращение в целостность. И по сути любая психотерапия или религия, они должны приводить человека к целостности. Если это происходит, то происходит исцеление. То есть исцеление не за счет каких-то препаратов, а исцеление за счет того, что мы убираем негатив, убираем вот эту расчлененность, нецелостность, и возвращаемся вновь в состояние целостности, гармонии, любви и счастья. Тогда происходит действительно настоящая свобода, гармония, радость, счастье. Поэтому, друзья, кто хотел бы получить сессию процессинга, вы пишите мне в комментариях или в личные сообщения. Мои контакты указаны в описании. Также рекомендую к прочтению книгу «Мир и вечного познания», которую я написал. Также ссылка на нее в описании к этому видео. Если это видео понравилось, то поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал и, конечно же, колокольчик для напоминания, чтобы вы помнили о том, что новые видео выходят на моем канале каждый день. И вы будете получать уведомления об этом. Вот. И на этом, друзья, на сегодня все. Я желаю вам гармонии, радости и счастья. И буду рад видеть вас среди своих друзей. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok